Welcome, welcome, welcome. Так, чатик мы убрали. Ну что ж, третья игра. И Нори все еще у нас в строю. Но мне кажется, вообще Мэтиус не приехал, потому что раз его не было на начальном представлении участников сегодняшнего матча, скорее всего, его просто нету в Канаде. Любопытно, тут английские комментаторы в перерыве сказали, что во время игры, когда Нори зафейлил Тауэр Дайв на Болса, зрительный зал кричал не Болс, а Мэтиус, Мэтиус, Мэтиус. И как они сказали, слава богу, что у Нори наушники двойные, там у них капельки стоят и наушники поверх. Слава богу, что он ничего не слышал, потому что это бы его замотивировало в кавычках, как вы понимаете, еще больше, когда весь зал кричит Мэтиус, а его даже на сцене нет, намекая на то, что на скамейку отправлять пора этого джанглера. Но правда, я думаю, сейчас после игры, пока он слушал тренера наставления, он подслушал английских комментаторов и узнал, что тут творилось. Тем более, что пока английские комментаторы это рассказывали, они опять спровоцировали зал, который опять кричал Мэтиус, Мэтиус, Мэтиус. Это было уже слышно очень отчетливо. Ну что ж, снова забирают синюю сторону, ну, не забирают, а отдают Феникс и синюю сторону команде FlyQuest, банят тех же чемпионов. Английские комментаторы, кстати, обратили на это внимание тоже, мол, зачем Фениксы банят и Верна, и Рингара? Почему вы не хотите оставить хотя бы одного джанглера себе? Ведь и Нори из-за ваших банов остается без чемпионов. Грейвса банят FlyQuest, вы сами баните Рингара, вы же сами баните Иверна, и Нори не на чем просто играть. Вы просто берете и говорите, пацан, придумай себе чемпиона. На Элизи он не играет. Ребят, сразу вам говорю, на Элизи он не играет. Лисина, как английские комментаторы намекнули, он играл последний раз в Челленджерах. На ЛКСе он его ни разу не играл, в Челленджерах на Лисине он был. То есть, ну, зачем вы его сами загоняете в такое положение? Ну, забаните Иверна, допустим. Хорошо, все, Иверна забанили. Рингара-то оставьте опен. Ну, заберет Мун Рингара, вы заберете себе Казикс. Все, стандартное противостояние. Казикс и Рингар. Все это видели, все работает. Так, они Карму плюс Шен предпочитают забрать себе Феникса. В ответ Флай Квеста забирают себе Лулу на Утилосу. Ну, могу точно сказать, что Флай Квеста сохраняет для за собой возможность сыграть практически любой сетап. Вплоть до жесткого тимфайта, взяв Хаю, допустим, АОЕшника и Альтеку, того же самого Варуса. До, допустим, гиперкерри Альтека на Кагмаве. Соответственно, надо Фениксом задуматься об этом бане. И Норин, и Лиззи все же будет. Он на ней не играет, это я сказал, потому что он на ней, ну, там, то, что играл, это была не игра. Один раз, я помню, он играл на ней. Это было не в плей-оффе, это где-то в регулярке было. Но тогда уже и команда разваливалась полностью. Старый очень пик, вымучивая сейчас себе Фениксы. Обычно этот пик строится вокруг ускорения. И Рю должен быть здесь как раз что-то по типу Эко. Такой Ассасин Мидлейнер. Талон Эко, вот что-то такое. А Эру, у него два варианта. Либо Северка Скейтлин. Это типа лейтгеймовые чемпионы. Либо просто Паука ищий чемпион. Тогда типа с Кармой неплохо сочетается. Теоретически можно еще Тристана, но вряд ли мы увидим. А Паука ищий это Эз, Аша. Ну, Джин тоже годится. Очень старый такой комбон, они здесь выстраивают. Флайквесты задумались, потому что, ну, надо понять, что будет играть Рю. Да, кстати, под Ассасина я совсем забыл. Еще Ари подходит. Сами Фениксы забанили Ариану, которая им годилась. Сами забанили Талона, который им тоже годился. Ну, таким образом они обрезают возможности флайквестов играть через разных чемпионов. Это правильно. А вот в бан они получили Джейса, чтобы Паука и Тап нельзя было выстроить. Типа Джейс Варус, Джейс Эз и минус Ари. В общем-то, Ассасинов не осталось. Фениксам ничего не остается, как Пика здесь, как Мава. Либо, ну, если они сейчас как Маву не забирают, как Мава забирает флайквест. Я не уверен, что это хорошая будет идея для Фениксов. Но они решают Синдру сыграть, которая плохо зашла в первой игре. Нам тут показывают эту птицу. Которая смотрит на команду Феникс. Понимает, что надо их уже воскрешать. Феникс птица приведенная. Не знаю, откуда там голубь взялся на этом стадионе. Но, видимо, кто-то занес его с собой в кармане. Они как Мава не забрали. Соответственно, флайквесты забирают как Мава себе. И флайквестам надо теперь добрать щиткового мидленера. Желательно. Потому что маловато щитков получается у команды Флайквест. Для Кагмава слабовато будет защита. А либо какого-нибудь такого чемпиона, который будет принимать на себя внимание. Ну вот. Чемпион, принимающий на себя внимание. Эко идеально подходит. Тем более, что он является контрой к Синдре. Ну, посмотрим, как Хай будет контрить через Эко Синдру. И здесь это без шуток, на самом деле, так и является Эко. Не то чтобы прямая, но очень такая хорошая контра. Ну, у Фениксов ничего не остается. Либо Аша, либо Эз. Ну, я думаю, последнюю игру сезона. Вполне. Мне можно Эру отдать его мейн и просто дать ему Ашу и не париться. Они решают взять Твича. Это Твич Шэн, типа Комбан. Мне очень не нравится, что тут Фениксы напикали. Как они это будут исполнять вообще, я не понимаю. То есть, надеемся на Эйнори, что он в соло победит. Потому что, ну, кроме как Эйнори, здесь некому организовывать для команды Феникс мидгейм. Кто в мидгейме будет воевать у Фениксов? Я сейчас объясню, ну, кто немножко не понимает. Шэн это чемпион своей ульты. Шэновская ульта не должна использоваться для защиты. Шэновская ульта используется для атак. Если вы используете ее для защиты, значит, вы автоматически уже проигрываете игру. Вы должны для нападения ее использовать. Кто нападать собирается из команды Феникс и в кого они нападать собираются? Тут реально, либо Элиза выиграет сейчас, либо Элиза ничего уже, никак команде не поможет. Теоретически, там можно спасти Рю один раз. Сам Рю может что-то организовать. В лейтгейме Твич, конечно же, сможет зайти с Шэном на плечах. Но... Как вы в мидгейме-то играть собираетесь? Вы просто подарите Кагмаву фрифарм в очередной раз. Ну, не знаю. А в лейте вы будете играть против Лулу Кагмава Камбы. Аша могла сделать? Она точно не нужна тут. Что Аша могла сделать? Она точно здесь не нужна. Но смотри, Аша не является жестким лейтгеймовым чемпионом, но у нее есть как раз та самая инициация, которая нужна команде. Аша давала бы ульту, Элиза тут же бы делала инициацию, притаскивала бы Шэна. Вот она тебе войнушка. Ну, поглядим. Ну, чтобы сравниться с Кагмавом, у них точно не будет адекерия. Вот что я могу сказать. 100%, чтобы сравниться с Кагмавом, адекерия не найти. Такого просто нет, адекерия. Тем более с Кагмавом плюс Лулу. Сравниться очень тяжело. То есть, вам нужно как-то использовать вашего Шэна. Ну, посмотрим на Элизу. Поглядим за ней. Что у нас тут получается? Шэн у нас начал с анальных шариков. Против босса с кольцом. Элиза с Мачете. Ну, все верно. Ну, можно играть с Мачете, можно играть с этой штуки. Я все забываю, как она называется. Забываю. Которая у Казикса. Мачете я почему-то запомнил, но, видимо, потому что фильм такой был. А это я всегда забываю. Чарм, что-то там. Чарм, что-то там. Как-то так она называется. Ну и пофиг. Лемон теряет немножко урона, но ничего. Талисман. Просто талисман, она так и называется. Она так и называется, просто талисман. Ну ладно. Шэн начинает у нас с анальных шариков. Это старый очень билд. Старый этого сезона. Это не старый билд в смысле первого сезона какого-то. Хотя, наверняка, тогда тоже так уже могли играть. Тогда все же все эти анальные шарики можно было куда-нибудь дозапихнуть. Сейчас, к сожалению, не все из них у грейдится. То есть, один из них уходит в Теомат и, в общем-то, все. Если вы не собираетесь делать себе этот вармок, то вы вообще ничего больше не получаете с них. Но не страшно, они стоят дешево. Реген вам дает адовые и вы спокойно размениваетесь с Болсом постоянно, с Наутилусом постоянно в плюс. Хай тем временем организует на втором левеле инициацию в Рю. У Рю получает второй левел, но позже Хай, соответственно, проигрывает этот размен. Вынужден уже пить хилку, ну а у Хая фляжка. Ему это выгодно, он сейчас делает прыжок, но достать не получилось Рю. Даже Ешку не тратит по мопцам, чтобы как можно дольше зонить Рю от мопцов. И таким образом тот теряет их. Мон получает, вот смотрите, 2.45, видите? То есть, в 2.50 он сможет выйти на линию, если ему никто не делает тот пул, который был сделан тогда. Вот в 2.50, а в прошлый раз он вышел в 2.30, то есть на 20 секунд раньше. И Мун у нас организовывает ганг на бот, ищет Элизу, не получается. Увидел он, по-моему, только что, что Элиза забрала кемп, но не уверен. Стан прописывает по Хаю, тут же прописывает и Нори второй стан. Хай отфлэшивается, но догорит. Мне кажется, Рю даже не надо было флэшиться, но на всякий случай он делает свой флэш, дает автоатаку. Минус Хай, очень хорошая игра сейчас была комбинированная от Элизы и Рю. Ошибка здесь... Я не могу сказать, что Мун грубейший ошибился. Мун просто не прочитал, что Элиза забирает в этот момент Краба. Ну, а Хай, соответственно, продолжал агрессивно стоять на этой линии, будучи уверен, что Казикс его прикрывает с той стороны. Как же долго здесь Казикс у нас засиделся. Засиделся в девках он. Пора бы уже выходить на этот ганг, либо забить на это и сделать рекол. Ух! Ну, вот смотрите, мне кажется, он догорал от красного бафа, но не обязательно. Минус флэш. Ну, хоть что-то добился Мун, наконец-то. Он так долго сидел, чтобы... Ну, кстати, в тот момент, когда Элиза сделала ганг, он забрал у нее жабу. Посидел-посидел, сделал все же ганг на Эру, а тот потерял флэш, ну и сейчас Мун отправляется дальше в свой лес. Ну, Элиза, пока Тенори не самая плохая. Так, красная взяла Смайт. Пинг Вард, по пардаму она спалилась. Очень хороший Вард был поставлен от Хая. Он специально не ставил сюда Вард, потому что знал, что сюда будет поставлен Пинг. И за него бороться он не сможет, так как он милишник. А вот Элиза у нас зашла в чужой лес, и Мун не сможет с ней воевать, так что Элиза Рапторов забирает. Провальчик. Ну, я по поводу провальчика говорю о Казиксе, потому что он так много времени потерял. И Нори снова выходит на мид, но нужен снова стан. Снова стан проходит, и Нори дает свой стан, тоже попадает. И Хаю надо уходить в свой W. Он уходит, застанет, пытается Элиза, но Элиза подпрыгивает и уворачивается от этого стана. Приземляется на мопса, остается в живых. А Рю в этот момент дает последний спелл и цепляет Хая. Минус Хай. Второй раз на этой линии, на этот раз уже без телепорта. Альтек тем временем по шейде наносит очень много урона, и после этого переключается на Эру. В Аэру понимает, насколько тяжело играть на Твиче против Альтека. Сегодня Альтек настоящий МВП. Реально, стены помогают, домашние, потому что я вам говорил, что это один из худших адекерей этого сезона. Все это знают, на него даже никто, как говорится, не надеется. Но если сегодняшнюю игру его посмотреть, он умер за три игры всего один раз. Причем ни разу не проиграл Бот Лейн, всегда был по фарму хорош. И сделал пентакилл на Кагмаве во второй партии. Да и на Эзи два трипл килла сделал. Так что он реальный МВП всей этой серии пока что. Мун в первой игре плохо отыграл, во второй хорошо. Хай в первой игре плохо отыграл, во второй средний, в третий хорошо. Ну, то есть, понимаете, Боллс в третьей игре сыграл хорошо, но там на Наутилусе против Фулл-Одеса Тапа не так уж и сложно сыграть хорошо. Так что... А вот единственный, кто у нас стабильно играет из команды Флайквест, это Альтек. Но это если они выиграют. Тем временем, Зик потерял телепорт. А Боллс, кстати, может сэкономить телепорт, учитывая, какой большой пак он запушил под вышку. Посмотрим, что у нас с Хаем будет сейчас происходить. Пока он отстает очень сильно, больше, по-моему, он не бычет на эту Синдеру, и контрпик его уже не работает. Шестой левел Синдера получил, а Хаю бы тут пятый получить. Хотя нет, он тоже только что шестой апп, странно. Ну, ладно. Его же в тимфайтах не бьют, поэтому он и не умирает. Ну, да, все верно. Он такой молодец парень. Он весь сезон, я говорю, специально никого не дамажил, специально всем показывал, что он бесполезный. В итоге это все привело к тому, что теперь его никто не трогает в реальных играх, в опасных. Но, главная стратегия. Кстати говоря, у нас Синебаф забирает себе Казикс, который отстает от Элизы. Элиза уже шестой левел, Казикс только сейчас пятый аппнул. И Пинкварт нашел Казикс, и там Рапторов со страхом сейчас забирает, что на него могут выскочить очень далеко от пули волы Рапторов. Рапторов забрал их, теперь аккуратненько идет свой лес. Красный проверяет, аккуратничает. Посмотрите, как он боится выйти. Вы можете по миникарте смотреть и видеть, что он боится просто подойти к красному бафу даже. 2-0 счет. Кто не заметил. Там, кстати, тупанул хай и не заволосхитил одного мопса. Тем временем Синдра и Инори на Элизе спускаются вниз. Альтек это все дело просек и начинает отступать тут же. Ну, позволяет Эру немножко пофармиться. Флайквест, ну, за счет Элизы все это делается. Казикс, ну, проиграл этот лес, очевидно. Найс байт длиной в сезон от Альтека. Я бы даже сказал длиной в 4 сезона. Потому что он и до этого. И в третьем сезоне был такой же бесполезный. И в четвертом, так что байт, это вообще парень на ура. Мне кажется, даже он рановато раскрылся. Раскрываться надо было уже на чемпионате мира. То есть в следующем сплите в плей-оффе чуть-чуть раскрыться. Чуть-чуть только показать, насколько ты крутой. А потом уже на самом чемпионате мира. Раскрыться по полной катушке, когда фейкер такой думает. Да ладно, там какой-то Альтек, я даже не знаю, кто это такой. Не буду его трогать. Лучше убью Хая этого парня, я знаю, он опасен. Так, у нас здесь Альтек начинает размениваться. И, ну, вот тот самый момент, про который я не понимал, как будет Шена использовать. Ну, вот они нашли таки этот момент. Альтек отфлэшивается, пытается подамажить. Но, конечно же, урона не хватает. И на Зига тоже не хватит. Альтек просто бежит взорвать мопсов и даже до них не добегает. Минус два игрока на бутлейне. Классная ротация все же от Шена. И вопрос, может быть, стоило все же Болсу нажать туда телепорт. Потому что, как бы, он же увидел, что Шен ушел на ульте. И Болс мог нажать свой телепорт на эту вышку. Но решил остаться. Ну, ладно. Многоходовочка, да. Многоходовочка, конечно, хорошая. Но вы же понимаете прекрасно, что, чтобы такое организовать, это колоссальных усилий потребовало. То есть, Болс, допустим, ушел там плюс 15 мопсов на этой линии сразу же. Мун не то, что выровнялся. Он даже вперед Элиза ушел по фарму. Единственное, кто от этого почему-то ничего не получил, это Хай. И это немножко странно. Он как проигрывал двадцатку, так и проигрывает. И поэтому у него тоже ничего не появилось. А на боте, ну, вы получили, да, килл для Синдры. Это, конечно, хорошо, но... Вообще-то, киллы нужны Твичу, а не Синдре. Синдра и так у нас доминирует, Час Эко. Хотя, с другой стороны, если Синдра сможет сама выиграть игру, почему нет? Пиван собрались. Да нет, скорее тут в Флайквеста немножко подтупили. Вот Казикс, видите, который до сих пор ничего не сделал. А я говорил, что он должен помогать именно на миде. Он должен помогать на боте, а он ни того, ни другого не сделал. В итоге выскакивает, видит Пинкварт и сразу побежит назад, дальше фармится. Ах, да, еще же и вышка упала, я даже не заметил. Вышку Боус убил на топе. Так что ФБ вышке еще достался команде Флайквест. И их отставание не стало таким большим. Так что, да-да-да, я даже на это не обратил внимания. 20, не 20, а 3 кг. Ну, да, конечно, 3 кг всегда в плюс. Тут у нас Инорик. Неплохую игру пока демонстрирует на Элизе. Первая эта игра мне от него совершенно не понравилась на Элизе. Он ничего не делал. Еще и билд какой-то странный выдумывал. Здесь же он такой больше Метеусовский билд делает. Возможно, как раз это и зарешало, что Инори понимает Метеус, его явный конкурент в джунглях. И ему надо играть тех же чемпионов, которых Метеус умеет играть. И уметь их играть на том же уровне. Наверняка посмотрел, какие правильные билды. Что Метеус делает, какие руны берет. Ну и в этой игре показывает очень хорошую, добротную игру за Элизу. Поглядим, как это аукнется дальше. Опять у нас здесь проблема у флайквестов на бутлейне. И нужен здесь Казикс. Флэшай Инори ловит Лимонэйшн. Лимонэйшн ультует на себя, но Шэдди его прикрывает. И, кстати говоря, сейчас проблема начнется, потому что Казикс-то из кустов выпрыгнет. Казикс-то выпрыгнул, но, как назло, здесь оказался рядом еще один игрок по имени Синдра. И Синдра помогла команде очень сильно ворваться. Трипл-килл для Инори, но его тут же убивает босс, пролетевший. 2 в 3 осталась команда. Хай ультует, но он нажимает свою ульту в ответ от Синдра. Остается в живых. И 2 в 3. Ну, размен в минус, но главное, что тут еще не умереть. Босс станет Зига. Вышка начинает избивать не того игрока, которого хотелось бы команде Пиван. Но они все равно получились. Зиг смог потом дать автоатаку. Сначала она начала бить Синдру. Синдра пробежала вперед, вышла из рейнджа вышки. И потом вышка начала бить Зига. И 4 получается... Нет, это 5 в 3 размен, да? Да, 5 в 3 размен. И 1 шатдаун они отдали. Лемон. Интересный плейс хотел показать, но не получилось попасть. И отменить рекол в команде Пиван. Немножко игра, конечно, посыпалась. Хороший здесь врыв. А в чем проблема была? Почему они не смогли? Сейчас я посмотрю. Эрва у всех убил? Да, Эрва убил вместе с Энори Лемона. И потом расстрелял Муна. Который, казалось бы, ваншотнул Карму. Но слишком много урона при этом потерял от того же самого Эрва. Ну и опять же, Боллс прилетел гораздо позже Зига. Хай вообще не обладал никаким уроном у него мерки. И все это чем... Все, чем он мог похвастаться. Но здесь, если мне правильно показалось, сначала вышка Беларю... Ну, нам не показывают повтор. Лулу с Игнайтом, видимо, хотела убивать на этой линии. Потому что у Кагмава есть килл потенциал в начале игры на неожиданности. Наверное, вот из-за этого и шла идея. Может быть, это Игнайт, чтобы... Хотя нет, больше я не вижу причин для Игнайта. Я хотел сказать, чтобы сделать ротацию на мид. Но какая ротация на мид, чтобы убивать этого Синдру? Никто так не делает никогда. Так что да, я согласен. Нужен был Экзо здесь. Там Экзо в стену флешнулся, говорят мне. Ммм. Ну, там не идеально было сыграно. Это было очевидно от команды FlyQuest. Много ошибок было сотворено. И Булст прилетел поздно. И Хай вообще ничего не сделал в этом файте. Хорошо, что вообще Рю тупанул, ультанул в него. Он мог в Наутилусу ультануть. Они бы даже, наверное, не потеряли Эрова в этом файте. У Эрова, кстати, 7 ассистов. Хай останет. Но игра еще не проиграна. Не забывайте, что это команда FlyQuest. Капитан команды, у которой Хай. И он тут придумывает на ходу плейсы. Стан прописывает по Хаю. Хай уворачивается в свою ульту. Это второго стана. И после этого сразу же пошла ульта в Казикса. Но на Казикса ультануло Лу. И он остается в живых. Да, счет может быть 3-2. Ну, а тут просто очевидно, что будет близкая игра между этими командами. Альтек не знает, что Эрова здесь. И побаивается выходить дальше. Пока остается просто под вышкой и ждет мопцов. Он знает, что кто-то должен был пойти фармить этих мопцов. А Альтек, Эрова все еще нет. Эрова вместе с Шеном собирается улынить. Но рядом Лемонейшн. Таун, к сожалению, Альтеку здесь не выжить. У него нет флэша. У него сейчас только откатится флэш и хилл. И посмотрите, вот он. Только сейчас откатились. И успел Эрру притащить сюда Зига. Сделали они этот килл. И 10-3 уже счет. Почти 4000 преимущества. Плюс дракон второй. Оушен второй влажный для команды Пиван. Ну, надо какие-то плейсы начинать придумывать флэйквестом. Иначе они просто так отдадут игру. Да, не было никаких идей у Альтека, что там в кустах сидит Эрру. Эрру нажал инвиз. На этот инвиз ультануло Зиг. И поэтому не было видно никакого сообщения о том, что Шен туда летит. Ну, кусты можно было прочекать. Но на самом деле, когда ваш пак мопсов стоит вот здесь, вот возле Тир-1 вышки, нет особой причины чекать эти кусты. Альтек был уверен, что он бы увидел, как зашел в эти кусты Эрру. Но ошибся. Видите. Да, кстати, в той игре я же тогда кусты проверил. Кстати говоря, только бы мы похвалили Альтека, который не умирал всю эту серию, как он тут же в этой матче только уже три раза погиб. Чего бы Эрни нажать в кусты? Так я же говорю, мопсы стояли на Тир-1 вышке, и прикрыты они были его же мопсами. То есть он не мог даже предположить, что туда зашел Твич, и остался просто сидеть в течение полуминуты. Как бы он до этого не догадался, в этом и проблема. Потеряли вышку на миде Флайквест, и это еще и контроль карты теперь потеряны, следовательно, минус 4000, минус контроль карты, и хороший мид-гейм у команды Пиван сохраняется. Плюс, ну, мы видим, что в лейт они будут выходить с Элизой Абилити Пауэр, с расфиженом Рю на Синдре, ну и не самым убитым в хлам Твич, хоть он там немножко и проиграл линию, но совсем чуть-чуть. Хай не знает, куда себя деть сейчас, пока просто ушел на боковую линию, и смотрит, как фармится Шен. Зацепиться он здесь пока ни за что не может. Хотя, вроде бы, Хай должен сейчас организовывать сприт-пуши. Рю по вардам прогуливается, ну, минус вышку на топе они будут организовывать, и придется сейчас с Флайквестом чуть-чуть посидеть от защиты, но при этом нужно хоть какую-то вышку-то забрать в ответ. Нельзя так просто объекта отдавать раз за разом. Хай сюда приходит, и вот тут же идут тавердайвить, он сразу же бежит, прописывает стан, но по мапсам, нажимает телепорт у нас сюда Болс, на ульте Хай возвращается назад под вышку и остается в живых Болс без телепорта. Напоминаю, что у Зига есть ульта все еще, но и не забывайте, что он точно так же может и телепорт нажать. Так что придется сейчас кому-то реколиться и идти останавливать Шена. Можно, кстати, проще сделать, отправить на Утилуса, допустим, на секунду на Мита, а Кагмав в этот момент может просто сбэкаться вниз. Такие плейсы тоже часто используются. Уставший? Ну да, так мы сегодня две, третью серию, извините, Best of 3 комментим, так что, конечно, усталый. Как иначе-то? И уже ночь на дворе, темно, страшно, волки воют. Эко отправили они вниз все же. Странный выбор. Ну, просто Эко туда дольше всего идти было, как мне кажется. И Наутилус у нас на топе, сидит в пустах. Это, походу, они хотят показать Эко снизу. Ооо, какая проблема. И Нори догадался как-то до всего происходящего. W кидает здесь Мун. Прилетает сюда Эко. Сразу же идет врыв Муну. Мун на своей ульте отскакивает. Пытается убить Хай. Хай остается пока в живых. И Эро убивает раньше, после чего переключаются на оставшихся игроков. Но оставшиеся игроками оказались именно флайквесты. Минус альтек, минус хай. И это размен 2 в 1. Не самый выгодный. Они не сняли шатдаунов никаких. И при этом потеряли телепорт. И можно идти сейчас на Нашора, да. Что, в общем-то, и делает Пивана. У них есть, если что, Оушендрек, на котором они похиляются, если их сейчас прогонят просто с Нашора. И туда даже не подойти. Потому что, ну, все игроки мертвы. Боллс туда смещается. Попадает в стан. Вот он, разворот гейминг от Пиванов. Боллса ловит. Боллс дает прокастик. Мун ищет вроде бы врыв. И понимает, что если ворвется. Но убьет он Шэдди. Возможно. А если и не убьет, то вообще будет печально. Но убьет он его. И будет размен 2 в 1. Оно вообще не нужно. Даже 3 в 1, да. Я оговорился. Там Лулу тоже погибло. Я сначала ее не посчитал смерть. А она, вот смотрите, сейчас умрет. Дала на ульту. На Боллса. И тут же погибает Лулу. Вот здесь. Сначала умер Кагмав, а потом умерла Лулу. Да. Так что 3 в 1. Все верно. 4 в 14. Тяжелая игра, конечно. Ну, такие игры надо выигрывать иногда. Чтобы, ну, становиться, если не чемпионами, то хотя бы топ-3 команды. Такие игры надо выигрывать. А если и проигрывать, то, по крайней мере, не попадать в дизмораль. Ну, а Инори показал нам, что он играет на Элизи не хуже Метеуса. Идет он сейчас у нас в Жоню. Выбор, кстати, Жоню мне не нравится. То есть, первые 2 итемы хороши. Дальше им нужен был Кайт. Почему не Рулай? Рулай самый лучший вариант в данном случае будет. Он зачем-то Жоню делает. Добавит, конечно, еще себе КДР. И у вороты от прокаста там Хая, Казикса, врыва. Но, как бы, просто вряд ли они будут себя какие-то касты делать. У них там есть чемпионы, которыми надо заниматься. Тайная века раскрыта, да. Что Рошан, наоборот, получается на шор. Невероятно, но это так и есть. Да. Если, наоборот, читать это слово, получается все верно. Ну, тут еще есть некоторые отсылки к той самой игре, про которую ты говоришь. Здесь есть Гардиан, Энджел, Аегис есть в игре. Отсылок очень много. Но Рио-то никогда это не отрицали. У нас тут Хай придумал для Рио ловушку, но Рио его на вардах спалил. И Хай понимает, что что-то как-то здесь не пошла эта ловушка. Кстати, урона вряд ли бы хватило Хаю. Но теоретически, ребят, все равно сохраняются хорошие шансы у флайквестов для Лейта. Им главное на Шора не отдать, хотя не знаю, как это не сделать против трех оушенов. Теперь Эроу здесь начинает инициировать битву. Шен на него ультует, Эроу постреливает, постреливает. И, кстати говоря, потеряли две ульты команды Пеникс Ван. Но... Пенис Ван, да, я оговорился. Феникс Ван. Но при этом ничего не добились. На Шора они не делают. Толком даже Вижен не зачищен на Шоре. Вот сейчас только Вард там пропал. На Альтека выходит. В итоге станет Хай, но Хай этого не боится. Там он там по Лемону проходит. И Лемон отфлешится придется. У Лемона нету флеша. Никуда ему не отфлешится. Его убили просто так. Но хотя бы успел дать свою ульту перед смертью. На самого себя. Что за игра? Лига Легенд. 4.15. Все больше и больше преимущества команды Феникс Ван. Все тяжелее и тяжелее выглядит этот лейт, до которого не добраться флайквестом. Тут у нас начался наш шор баф, но его взять не получилось. Флайквестом они... Ой, извините, Феникс Ваном. Они увидели, как выскочили флайквесты с нескольких сторон. Заходить хотели они на эту битву, но в итоге на разворот гейминги, как видите, Инори побеждает Хая 1 на 1. Нет, не побеждает. Хая делает этот килл. И, возможно, даже, кстати, еще убежит. Дает свое поле, но... Он не заметил, что ли, этот вард? Походу, он не заметил этот вард, ребят. Килл в килл сделал хай, снял шатдаун еще один Сенори. А в этот момент три игрока команды Феникс Ван победили Казикса, и вместе с этим еще победили Кагмава. Пятая смерть уже Кагмава в этой игре. Лулу идет фейсчекать. Тут же понимает, что на нее выскакивают два игрока. Кагмава отступает. А что Фениксы не хотят забрать на Шора? У них вроде бы есть Шен неподалеку. Шен мог сейчас сместиться. Ну, ладно. Что думаешь по билду Твича? Ну, абсолютно правильный билд. Этому билду уже сто лет. Был один момент, когда Боттерка перестали собирать, ну, потому что он был слишком занерфлен. За место Боттерка собирали Йому Госблейд. И билд был от Йому Госблейд Хорикан. Сейчас такой. Ну, вот то, что он хочет Хекс Дринкер собрать, не совсем, я думаю, хорошая идея. Лучше Инфин. А ну, вот он исправляется и покупает Инфин. Ну, части его, по крайней мере. На Флай Квест пытаются придумать где-нибудь кельцы. Им нужны размены, очевидно. И интересный выбор здесь у нас от Альтека идет. А, это, кстати, все равно Фрозен Малет будет. Я на секунду подумал, что, может быть, это Фейдж, выход в Тринити Форс. Иногда, как Малва, тоже через Триннику собирали. Но, не-не-не, это, ребят, будет все равно тот же самый Фрозен Малет. Теоретически все еще все можно сделать. Но это только теоретически. Как вот в предыдущей игре. Процентов 5 осталось у Флай Квеста. Куда зацепиться? Им для зацепки поможет Инфернал Дрейк. Конечно же, стил Муна поможет против Энори на Нашоре. Тем временем, Зик спокойно сплитпушит вышку снизу. Никто его не останавливает. Он ее ломает. Болс даже туда не идет. Болс пытается организовать здесь битву. Но видит, как хорошо заняли позицию Пивана. И ни за кого зацепиться у него не получается. Тем временем, Шен уже ломает ингибиторовскую вышку. Надо туда отмечать, ну, хоть кого-то. Ну, хай пошел. Ну, хотя бы. Пошли на Нашора, Фениксы. Ну, просто покидали спеллы, но Нашора делать не стали пока что. Хай, справится ли он с Зигом один на один, не совсем понятно. Может быть, они не отсылают Болса, потому что Болс вообще теперь не может с ним стоять один на один. Потому что, ну, действительно, есть много айтемов. Эрроу, пошла инициация, Болса ловит. Болс, чтобы отсюда отпрыгивать через флэш, но Болс очень долго тормозится своим флэшом. В итоге, Лулу на него ультует, и Болс тратит флэш, но теряет при этом очень много хп. Минус Шеновская ульта, минус ульта Эрроуа. И пиваны, наверное, пойдут, честно, на Шора. Нет, они выбирают зайти со спины на агрессивную команду. Ух, флэш-стан не попадает. Флэш-какун тоже не попадает. Болс нажимает телепорт, но только чтобы подлететь ближе к своей команде. Цепляет Зига, пытается его убить, но он накидывает на себя щиток. Пошел еще Редемшн. У Муна не хватает урона, чтобы вообще хоть что-то здесь делать. Минус вышка на меде, но малыми, так сказать, потерями обошлись флэй-квесты. Но, с другой стороны, Феникс с Ванем потеряли всю инициацию. Кстати, вышку они не сломали. Они хотят все еще на на Шора пойти. Еще один телепорт, только на этот раз уже от ЭКО. ЭКО прилетает просто, чтобы побегать. Ну, не знаю, зачем это было потрачено. ЭКО теперь бы еще отсюда убежать. Таун прописывает Зиг. Вынужден был ЭКО сделать проказ. Пытается убить Эрого. Ну, конечно же, ему не хватит урона. О чем он говорит? Один в четыре, как он там собирался делать килл. А другие игроки команды флэй-квест туда даже подойти не могут. Ну, совсем глупая сейчас идея была от Хая. Он сам не понял, чего хочет. Сделал просто врыв в никуда. И отдался. Минус Лулу. Бывает. Минус Лулу. На ровном месте произошло. Здесь у нас Болса подбивают. Ему некуда бежать. Альтек попытался простреливаться с Эрого. Ну, конечно же, ничего это не дает. Зря, мне кажется, флэй-квесты пытались какие-то битвы провести. Мун у нас пробрался наверх. И сейчас чешет голову, потому что не понимает, почему оппоненты не идут на Ношор. Он хотел тут на Шор Стилл поиграть. А флэй-квесты, вместо того, чтобы сидеть под вышкой, постоянно из-за нее выбирались, что только еще больше провоцировало Феникс Ванов не брать Ношор, а просто с ними сражаться в открытом поле, убивать их, потому что они тупо богаче сейчас. Казикс посидел-посидел на топе, забил, в общем, на это. Он все еще сидит на топе, ждет, что они пойдут на Ношора, но они туда не пойдут. Ну, это игра слитая. Счет становится 2-2 у нас, ребят. И вопрос теперь уже открытый на тему того, кто же выиграет эту серию Best of 5. Это мы узнаем после перерыва. Но для начала еще Arrow и команде надо сломать Nexus. Они пока с этим не особо справляются, но я думаю, сейчас пойдут уже и закончат. Хотя, может быть, сначала пойдут на Ношора. Флай-квесты устраивают ловушку. У Шэди, кстати, закончится просветка к тому моменту, когда он будет туда подходить. Он увидел Лулу? Нет, всех увидел. И врыв не организовали, потому что Шэди достаточно танковый. Если бы он там был один, или бы просто в чистую фейс-чекнул, тогда бы, может быть, сделали врыв. А так цеплять его не очень хотелось. Шэн продолжает пушить бот-лейн. Вынужден опять туда отправиться хоть какой-то игрок. Отправляется Хай. У него нет телепорта. Мун не занял теперь позицию для смайт войны. Его поймает, когда он будет туда подходить. Просто Синдра его остановит. И поэтому Феникс Ванны спокойно начинает делать на Шэна. Редемшн тратится. Он дает Вижен. Смещается туда Мун. Под своей ультой вбегает. Половину пути пробежал. Увидел, что отменили на Шора флай-квест. И Мун доволен. Дает W. Отпрыгивает назад. Уворачивается от Эноли. Ну, что, время выигрывается. Но это все так. Хай там, кстати говоря... Хай, кстати говоря, отпустил Шэна. И Шэн со спины зашел и прописал таун по Казиксу. Я даже не обратил внимания, как это произошло. Потом в конце увидел уже, как Казикс погибает 1 в 4. И в итоге команда Флай-квест отдает этого на Шора. Хотя разворачивается Шэн на спасение Рю, который немножко здесь зазевался. Лемонейшн пытается убить Рю, но только из-за этого погибает. Ну и все. Это финальная битва была. Даже в некотором роде я рад, что она быстрее закончилась. Потому что все равно я вижу, что у Флай-квестов не получается пересидеть. Потому что никто Шэна остановить не может. Из них им некого туда отсылать. А так... 32 минуты. 26 на 5. Разгром. Эта игра на самом деле чистой воды. Элиза разгромила early game. Тот самый mid game. Подарила своей команде. Я говорил, что Элиза нужна хорошая. Она получилась. Вот вам и минус Флай-квеста. Ну а Мун, ему ставлю минус за эту игру. Такой жирный минус. Он отвратительно отыграл на Казиксе. Не сделал ни одного ганга. Не то, что нормального. Даже простого не сделал ганга. Хайчет тут матюгнулся. Говорит, 2-2, пацаны. Не расслабляемся. Что у вас там произошло в чатике, ребят? Да, опять в 33 минуты влезли. Изи по 33 минуты. Каждая игра. Тянек там нам показали. Которые тоже пришли. Поболейте. Прошел сегодняшний финал Кореи, ребят. Прошел. Ну что ж, идем на перерыв. Я пойду чуть-чуть отдохну. Потому что реально уже подустал. И будет последняя игра, в которой, мне кажется, моральное преимущество будет у команды Инорика. Но все же опыта, вот в таких 5 игр, опыта в тайбрейк играх, ну это тайбрейк получается игра, пятая игра, больше у команды Флайквеста будет. Именно у индивидуальных игроков. Ну а пока перерыв.